Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы продолжаем говорить про танки за Боны. И сегодняшний гость у нас из Китая это 121Б. Многие знают его брата-близнеца, это 121, обычный танк, который можно исследовать. Но вот сегодня мы поговорим немножко про другую машину. Что из себя представляет 121Б? Если вкратце, то это некий такой вот прототип, даже не знаю, какой-то более-менее такой, ну не сказать, что это мобильный СТ, вот какой-то 140-ой, Т-62 и более-менее неплохая пушка. Вот как будто взята она у Паттона или там у Леопарда или у Центуриона, у Е50. То есть альфа, неплохое бронепробитие, в принципе по комфортности пушка неплохая, в особенности сейчас стабилизацию потянули, вот и все. По внешнему виду танк такой в себе не супер красивый, но в принципе китайцы особо чем-то там внешне не выделяются. Это обычные вот такие классические танки, которые похожи на советские, то есть по внешнему виду никаких здесь вот супер красивых мест нет. Обычно такой средний танк реально, ну вот, ну ни с каких мест к нему не подойдешь, что касается внешнего вида. Что касается внутренности, то здесь уже есть небольшие такие интересные места, в особенности обзор в 420 метров. Это очень странные вещи, потому что танк сам по себе имеет очень небольшой силуэт еще и низкий, то есть как следствие хорошая маскировка и обзор в 420 метров. То есть мы светим получше некоторых ЛТ, но с другой стороны у ЛТ маскировка при движении не слетает, а у нас слетает. Ну короче, то есть светить на данном танке можно и приятно, это даже лучше делать, чем на Паттоне, потому что Паттон светится везде, а вот 121 нет. И если вот так посмотреть, то сколько я играю, и я вот заметил то, что на 121 Б, вот я имею ввиду М60, на 121 Б гораздо чаще люди откатывают. Скорее всего больше игроков склонилось именно к этому варианту. Покатав на данном танке, я понял то, что конечно он отличается от 121, там есть большущие различия и броня, и орудия. Но до конца я не понял, вот в чем большой замысел танка. То есть вот как-то стабильно играть на нем не всегда будет получаться у вас. Ну вот серьезно. У него вроде бы есть там, да, неплохие стороны, очень сильные, но я не знаю, вот честно, очень сложновато. Что мы имеем? Мы имеем Альфуф 390. При всем при этом, если посмотреть вот в настройках, что касается вот у танка по модулям, зайти в орудие и посмотреть, сколько летают у него снаряды. Обычный подкалибр со скоростью 1478, то есть это почти полторы тысячи. Упреждения брать нужно минимальные, даже на автоприцелы танк в принципе попадает на больших расстояниях. Что касается кумулятивного снаряда, и здесь пробитие 350, то есть это опять-таки, это очень-очень много. Здесь голда реально колючая и, ну, 350, представляете. Е100 там может доворачивать, маус может доворачивать, без разницы, это пробивается. Ну и летает 1173. И, кстати, для такого снаряда 4800 это недорого, потому что на некоторых премах столько. Ну, то есть это как бы в плюс данной машине. Основное бронепробитие 261, им, конечно, не всегда пробивается, тем более это подкалибр. Ну, как и у большинства СТ, ну, у большинства 268 в среднем, здесь 261. Как бы небольшая разница, но все равно. И вот до конца я не могу понять, как на этом танке играть, то бишь вблизи, то бишь от расстояния. Вроде по комфортности здесь все неплохо, точность 0.33, да и стабилизация на игре показала себя то, что, в принципе, неплохая, его шапнули, и стабилизация при этом, ну, более-менее годная. Время сведения от боя 2, ну, в принципе, тоже это все раскачивается. ДПМ-2700 основной, ну, это со стопроцентным экипажем, дальше раскачивать, и можно 3300 где-то сделать. Это тоже будет неплохо. И, ну, как бы вот все для того, чтобы вблизи играть. Но есть одна вот небольшая особенность, которая мне не нравится на данном танке, так же, как и на Т-55А. Это УВН в 5 градусов. То есть пушка всего лишь на 5 градусов вниз опускается. В этом бою тоже будет прекрасно это заметно. Что ты будешь подставляться из-за каких-либо рельефов, ты будешь обязательно подставляться. И твоя броня будет, ну, просто сыпаться. Пускай она здесь у нас и хорошая, я считаю, для СТ, потому что верхняя броня здесь 130 мм. Это кажется немного, но если посмотреть приведенку, здесь уже 260. И вот так вот, попадая с восьмерками, допустим, даже на голде, вот они на сколько у нас не будут пробивать. С другой стороны, даже девятки на основных снарядах не будут пробивать, если брать тяжей, там СТ каких-нибудь. Но голдой, конечно, 260 это все пробивается, потому что в основном 330, и это как бы все шьется. Башкой тоже, в принципе, 121б может танковать, и вполне неплохо. Здесь есть места и 309, и 277. Ну, вот где-то 270 и-300. Вот в этих пределах броня башни. То есть, в принципе, голдой это опять-таки тоже пробивается. Играя на 121б и увидев против себя 121б, думаю, голдой кумулятивом можно пробить. Но иногда, конечно, маску очень неплохо спасает. Короче, в плане брони можно сказать, что это одна из более-менее неплохих СТ, которая обладает хоть какой-то броней. Конечно, это вам не 430, который все отбивает, и он, в принципе, может даже стяжами ехать играть. Но 121б тоже может себя неплохо показать. Это не Леопард, это не другие какие-нибудь картонные СТ, у которых, ну, реально ничего нету. У этого, пацана, есть броня, это, в принципе, тоже в плюс. ХП 1950 стандарт, это не за 2000, то есть здесь особо не разгуляешься. Опять-таки, ну, Альфа 390, да, но играть на размен на этом танке тоже особо, как бы, и не нужно. Хотя это, в принципе, как и на любой другой СТ. Ну, если кроме барабанов. Незаметность, я сказал, она хорошая, 15 стоя в движении 11-24. Короче, цифры, как бы, никому не нужны. Просто скажу то, что реально это одна из самых таких незаметных СТ, которую, ну, может, прям неплохо от маскировки сыграть. И в конце боя с вашим обзором, с маскировкой можно реально затащить. То есть просто стоять и, как бы, подсвечивать, и все. Если вы сюда поставите из оборудования, допустим, улучшенную вентиляцию и пожертвуете, не знаю, стабилизатором или еще что вы поставите, поставите просветленку, обзор, конечно, у вас будет вообще огромный. Но даже со 100% экипажем, с боевым братством, то улучшенную вентиляцию поставить, допай, и обзор уже и без того там будет под 500. Поэтому вот это будет прям неплохо. Короче, обзоры данного танка и незаметность, это прям вот такие очень сильные показатели, которые многие, в принципе, от них не могут играть, но на игре они приносят ощутимый вклад. Довички, допустим, могут сразу не понять то, что здесь либо одно, либо второе хорошее, но на игре это преимущество им приносит. Вот что касается мобильности, здесь самые такие непонятные ощущения. Максималка 50 вперед, 20 назад. Если бы это было года так 3 назад, то это было, ну, в принципе, неплохо, да, кул, как говорят. Но сейчас этой максималки не хватает, ребят. Ну, реально, слишком много машин, которые 60 едут. ТВП, Бачат, не знаю, там, Проджетто. Тот же 140-й, по-моему, он 55 даже едет. ЕПИ-60 едет. Не знаю, ну, да, конечно, можно назвать. Вот Паттон, дружок, у него сколько там, 48, да, по-моему, максималки, или вообще 40. То есть это, по-моему, 45, по-моему, что-то такое. Тот же Центурион великобританский, у него тоже 60. Итак, если по СТ посмотреть, да они все, блин, едут-то неплохо. А здесь вот 50 и удельная мощность 17,5. То есть он вроде бы вот хочет поехать, но не может. И вот это, наверное, такой один из самых главных минусов данного танка, это мобильность. Он, в принципе, маленький, незаметненький, подсвечивает хорошо, но от мобильности не хватает. Если бы здесь удельная мощность, допустим, была бы 20 или 22, да, и максималка 60, то окей, это был бы вообще, ну, добротный танк. Он бы мог, ну, черти что, творить. С другой стороны, это вот было бы тогда гибрид Леопарда только с броней. Ну, серьезно, да, вот того прошлого Леопарда, если взять. По сути, Леопард был тот же такой, точно то же самое. Вот то же самое, только здесь голдой бронепробитие хороший, обзор слишком годный, незаметность получше, но при этом еще броня. То есть, Леопард был комфортнее в орудии, но 121Б, в принципе, во всех других показателях. Поэтому, если вы вот что-то думаете, выбирать или нет, М60 или 121Б, не знаю, мне вот как по душе больше М60 нравится. Но это, честно, это лично мои такие вкусовые качества, такие, выбор лично мой. Но, как я замечаю, 121Б больше игроков, так сказать, приобрело. Не знаю, с чем это связано, но вот как-то так. Если вы еще не покупали данную машину, то посмотрите мойт гайд, не знаю, еще каких-нибудь блогеров. Вообще, я, по-моему, вам совет как-то где-то, как-то попробовать поиграть на нем и уж тогда взять. Просто этот танк очень противоречивый и одним игрокам он может прям вот вообще как зайти, а некоторым может вообще не зайти. Поэтому вот сказать с наскоку, вот да, берите, тратьте свои 15 тысяч бон и не берите, допустим, ФВ-215Б, лишь М60. Ну, я тоже не могу сказать. Интересная машина, да, она играется сейчас, в принципе, неплохо, но до конца геймплея я не могу понять. Бывают бои на каком-нибудь Химмельсдорфе, и там уже сложно это показать. На открытых картах, да, вот чем больше пространства, тем для 121Б лучше. Чем меньше пространства, там уже приходится что-то думать. А в NF5 градусов, извините меня, это немного. Мобильность тоже, опять-таки, небольшая. В большинстве случаев от замесов там и не уйдешь, тут же 277 тебя догнать может. Или какой-нибудь ВЗ-111 модель 5А, про МХ-50Б, там, или другие какие-нибудь быстрые и тяжелые танки, я вообще молчу. То есть, это, знаете, как будто ты на ИС-7 играешь по мобильности, серьезно. Ну, не объекция, ну, пускай 277, где-то так. А это СТ, и вот, наверное, в этом самый главный минус данной машины. Ну, и все, по остальным параметрам, что броня, что маскировка, что обзор, все. Вот, вроде смотришь, все классно. Ну, то есть, ну, реально, к чему не придешься, пушка пробивает, стабилизация, там, точность, все неплохо. Ну, ВН, пускай из Диангалда, зато 350 шьет. То есть, можно прям неплохо. Все-таки броня в верхнем бронисте 260 с приведенкой, тоже хорошо, да, мы хотя бы восьмерок, там, девяток можем танковать. Обзор 420 метров, маскировка, ну, вот, все, есть. Но все равно чего-то не хватает. То есть, вот такой он, как будто немножко где-то неполноценный. Это лично мое вот такое ощущение. И все. Ну, вот, как-то так, ребят. Не знаю, еще раз говорю, если вы задумывались вот всерьез взять 121Б, то подойдите к этому очень серьезно. Потому что 15 тысяч бон на дороге не валяются, заработать их сложно, и, возможно, вы просто пожалеете. Поэтому посмотрите другие обзоры, посравните еще. Может быть, как-то там у ваших друзей как-то поиграйте там с ними, посмотрите и спросите у другого. Ну, короче, просто подойдите более ответственно, я считаю. Вот наскоку взять и так, или довериться тем, кто в комментариях пишет, да лол, там автор несет чепуху. Вот я играл на нем, годный танк советую. Ну, вы всегда знаете, что таких советолог очень много. И каждый диванный там эксперт и критик может что угодно сказать. Поэтому всегда смотрите сами. Большое вам спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой канал, лайки, дизлайки, комментарии. И мы продолжим делать видео по М60, гидростату и всем остальным машинам Забона. Все, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok